Старый скейт-парк на Цветном бульваре давно стал непригодным для катания. По поручению главы города устаревшие фан-боксы уже демонтировали. Сейчас площадку готовят для строительства нового скейт-парка. Проект на утверждение мэру накануне принесли заядлые роллеры и скейтбордисты, среди которых и руководитель компании, занимающийся строительством экстрим-парков. Решить необходимо две задачи, отмечает Анатолий Пахомов. Построить новый скейт-парк на Цветном бульваре, а также установить дополнительные фан-боксы на уже существующем. У бывшего кинотеатра «Стерео» все больше собираются совсем юные экстрималы, а кататься на разгонках, рассчитанных на взрослых ребят, просто опасно, да и уже массивным спортсменам новички мешают. Приглашенные на рабочую встречу экстрималы предложили разделить парки по дисциплинам. Многие ребята просят фигур скейт-парк, где будут элементы, как трамплины, ну как на сноуборде, на слоп-стайл дисциплина, только гораздо меньше, это они прыгают, летают. Вот такой скейт-парк мы предлагаем сделать непосредственно на Цветном бульваре. Там нужно, да? Да, там он как раз идеально впишется, то есть часть ребят, чьи потребности сейчас тот парк не удовлетворяет, он будет полностью удовлетворен в том месте. Вместе с ребятами там внимательно еще посмотрите, что нужно сделать, и пусть они подскажут, вы им подскажите и утверждаем. Когда у нас спрашивают, что важнее, скейт-парк или, скажем, зимний наш театр, мы говорим, все одинаково важно, потому что каждый человек должен найти для себя увлечение. Экстремальными видами спорта в Сочи увлеклись уже тысячи ребят. Поэтому самое время их развивать считает и Михаил Виллисов, неоднократный призер различных краевых и всероссийских соревнований. В городе реализовано уже много проектов, но если осуществится и этот, отмечает молодежь, в нашем городе можно будет проводить чемпионаты самого высокого уровня, а также устраивать экстрим-шоу, популярные во всем мире. Сочи можно будет отнести к лидеру, потому что ребята у нас есть, которые занимают призовые места, очень многие, и мы в этом виде спорта преуспели. Очень сильно радует, что глава поддерживает молодежь и что помогает развивать экстремальные виды спорта, потому что это интересно, и люди этим занимаются. Занимаются сочинцы и многим другим. Сегодня в городе развиваются всевозможные виды спорта. Только недавно на курорте открылись секции хоккея и фигурного катания. В скором времени, убежден мэр, появится и своя футбольная команда. Елена Овсецна, Инга Габеши, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова